друзья не так давно компания cubot представила свою новинку мобильный телефон cubot max 3 с интересными возможностями по доступной стоимости и в этом видео я сделаю полный краткий обзор начнем с дисплея напомню планшеты начинаются 7 дюймов а здесь уже 6 95 дюймов практически мини планшет но из-за того что соотношение сторон 20,5 к 9 он идет вытянутый и при помощи этого хорошо лежит в руке разрешение дисплея идет формата hd plus 720 на 1640 258 точек на дюйм сильного зерна здесь особо незаметно поэтому комфортно можно работать часто обновления идет стандартная 60 герц могу отметить что это бюджетная модель но цвета здесь такие сочные идут и для потребления контента это хороший вариант кстати матрица здесь идет стандартная IPS можно включать при необходимости темный режим вечером чтобы снизить нагрузку на глаза рамки по краям идут тонкие ненавязчивые как у современных моделей смартфонов внизу идет аккуратный подбородок фронтальная камера самая обычная на 16 мегапикселей врезанная в дисплей переходим к эргономике и дизайну справа расположена кнопка питания а ниже сканер разблокировки это бюджетное решение поэтому здесь все не в одной кнопке слева качелька регулировки громкости снизу идет микрофон динамик и порт формата юсб тайп си мини джека для подключения наушников нет но в комплекте идут проводные наушники формата юсб тайп си при необходимости можно подключить по bluetooth беспроводные также здесь есть модуль nfc для бесконтактной оплаты с поддержкой google pay есть gps навигация и при помощи такого большого дисплея можно использовать например в автомобиле как навигатор будет очень удобно в коробке идет хорошая комплектация это силиконовый чехол идет сразу в комплекте документация зарядный блок 5 вольт 2 ампера общей мощностью 10 ватт наушники я уже показал и плюс зарядный кабель формата юсб тайп си и на дисплее завода сразу уже наклеена защитная пленка батарея идет емкостью 5000 миллиампер и тут есть интересная особенность этой модели сзади идет пластиковая крышка сверху идет такой как soft touch покрытие у меня расцветка идет зеленая к такого как цвета хаки также у продавца есть вариант еще в черном цвете так вот здесь есть специальное отверстие в одном из углов если в этой области немножко поднять вверх и после поднять крышку по периметру то она получается съемная и аккумулятор здесь идет съемный то есть при необходимости когда придет время аккумулятор можно будет поменять без проблем здесь же расположена два разъема формата nano sim можно подключить две sim карты конечно поддержка 4g lte 3g быстрого интернета здесь есть это глобальная версия смартфона и можно подключить карту памяти чтобы расширить внутреннюю память поддержка карт памяти до 256 гигабайт ну а по железу и начинке смартфона здесь идет 4 оперативной памяти 64 встроенной свободно с учетом установленного андроида 11 43 42 гигабайта если вам мало то пожалуйста можно добавить карту памяти процессор идет mediatek helio p22 восьмиядерный выполнен по 12 нанометровому техпроцессор тактовая частота 1 и 8 гигагерц графический ускоритель идет power vr roach j и 8320 вот параметры еще более подробно можно посмотреть в системе в настройках сразу с коробки уже идет android 11 приложение в антуту смартфон набирает скромные 93 тысячи 20 баллов 15 минутный тест на троттлинг со значениями по умолчанию дает хорошие результаты и в приложении geekbench в одноядерном режиме 139 многоядерном 725 этой производительности достаточно для комфортной работы андроида 11 интернет серфинг посмотреть видео в онлайн режиме фото видео музыка общем такая бюджетная недорогая рабочая лошадка это идет не игровой смартфон но тем не менее вот даже на примере игры new ford speed на несложных настройках можно даже поиграть в несложные игры модульный блок с камерами идет основной на 48 модуль от sony 2 идет макро на 5 мегапикселей и 3 0 и 3 для размытия заднего фона портретного режима и плюс вспышка камера немножко выступает но если одеть силиконовый чехол который идет в комплекте то тогда не выступает давайте посмотрим примеры фото сделанные на основной модуль вот первая фотография как мы видим хорошая детализация и яркие сочные цвета следующая фотография при увеличении тоже хорошее качество вот далее фотография тоже достаточно хорошее качество детализация отличная эти фотографии были сделаны в яркую солнечную погоду а теперь давайте посмотрим вечернее время качество фото как мы видим сочность цветов более тусклая но качество фотографий тоже неплохое но что касаемо записи видео то есть цифровая стабилизация 30 кадров в секунду максимально и качество видео full hd тоже максимальная но во время записи видео не сильно порадовал автофокус он здесь идет медленный если идет какая-то перефокусировка то это на видео очень хорошо видно возможно это с обновлениями прошивки пофиксят но это не точно из приятных бонусов выше дисплея порадовал индикатор уведомлений давайте подведем итоги что мне понравилось что не понравилось понравилась цена на старте продаж он стоил около 107 долларов сейчас его можно купить на алиэкспрессе в районе 120 долларов плюс у продавца еще можно взять купон на 3 доллара и купить еще немножко выгоднее ссылку на продавца на алиэкспресс я оставлю в описании под видео а также ссылку на свой телеграм-канал здесь тоже публикую интересные предложения с алиэкспресс промокоды актуальные кому интересно присоединяйтесь ссылку я оставлю в описании а также в закрепленном комментарии так вот за эту стоимость достаточно современный дизайн с тонкими рамками очень большой дисплей удобно интернет серфинг если использовать как навигатор то тоже большой дисплей есть nfc для бесконтактной оплаты съемная батарея это тоже плюс android 11 тоже плюс неплохие фотографии на основной модуль получаются а из минусов могу отметить это медленный автофокус в режиме видео на этом у меня все если видео было полезно не забудьте поддержать видео лайком всем пока и до встречи в новых видео